Добрый вечер всем, кто присоединился к нам на телеканале Видное ТВ. С каждым годом ужесточаются требования к содержанию дорог, придомовых территорий и общественных пространств. С другой стороны, жители как старых, так и новых районов Ленинского городского округа стремятся к жизни в более комфортных условиях. Что делается в этом направлении, мы в прямом эфире поговорим с нашим гостем, начальником управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Ленинского городского округа Дмитрием Полежаевым. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Добрый вечер, Максим. Я с удовольствием, конечно, отвечу на ваши вопросы и на вопросы наших телезрителей. Кстати, я хочу напомнить, что на своих экранах вы видите телефоны, по которым вы можете позвонить, задать свой вопрос. Оператор передаст мне его на ноутбук, и я озвучу его для нашего гостя. И прежде чем мы начнем, я предлагаю посмотреть небольшой сюжет, который задаст некое настроение нашей дальнейшей беседе. Конечно. А в Раку 70-го дома по проспекту Ленинского комсомола место проходное. Жители ближайших домов выгуливают здесь собак, дети через него ходят в школы, а видновчане сокращают путь к остановкам транспорта. Ежегодно весной здесь проводят большой субботник, ведь мусора за зиму скапливается немало. Это, наверное, порыв души выйти в субботу в хорошую погоду и убраться. Иначе наш город будет зарастет в грязи, либо его уберут чуть позже, чем мы хотели бы. На субботник вышло около 50 человек. Это и целые семьи, и молодежь, и сотрудники бюджетных организаций, и торсервис, и энергия. Мы активно сотрудничаем с молодежью городского поселения нашего и всего Ленинского городского округа. Поэтому, когда мы проводим такие акции, молодежь с удовольствием подключается, всегда очень активно принимает участие в таких мероприятиях. Вооружились перчатками, граблями, мусорными пакетами и вперед бороться за чистоту города. Элеонора Носкова узнала о субботнике от подруги и, не раздумывая, решила участвовать. Это мой город, и я хочу, чтобы в нем было чисто. На уборку выходили и вместе с детьми. И, чтобы малыши не потерялись, с ними играл клоун Алекс. Ведь субботник – это не только про работу, но и про полезный отдых. Молодец, это тебе. Это тебе. Это тебе. Это тебе, друг. О! На руку! Это тебе, Панка! И подарю! Я же выставить. В минувшие выходные прошли последние муниципальные субботники, но уборка территории муниципалитета еще не кончилась. Впереди общеобластная акция. Она пройдет 24 апреля. Александр Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. ВИДНОЕ ТВ Дмитрий Анатольевич, апрель действительно месяц обновления. Город полностью прибирается. Но мне было бы интересно узнать, а что было год назад? Ведь был введен режим самоизоляции. Удалось ли тогда действительно сделать масштабную большую уборку в городе? Вы знаете, да, прошлый год он был довольно необычный. Не только из-за пандемии, а из-за того, что зима, если вы помните, была совершенно бесснежная и с довольно теплой температурой воздуха. Поэтому службы, призванные наводить порядок и следить за содержанием территории, они вот эту весеннюю уборку начали гораздо раньше. И поэтому к апрелю у нас уже и разметка была нанесена, там на большей части дорог и покрашено ограждение и так далее. И плюс, конечно же, ковид и эта история с пандемией, с ограничениями, связанными с ней, она внесла свои коррективы. И как раз было самое начало, и был довольно жесткий режим, когда жители сидели дома, без необходимости не выходили. И поэтому убраться удалось даже быстрее, чем обычно. Вот два такие фактора повлияли на то, что мы в апреле уже имели такой вполне достойный вид у муниципалитета. Но с другой стороны, жители не помогали, получается? Жители не помогали, мы их и не звали. У нас даже, если помните, была такая мера, как ограничение доступа на детские и спортивные площадки. У нас были преграждены просто доступы жителей туда. Поэтому, конечно же, здоровье в первую очередь. Да, то есть жители, с одной стороны, не помогали убираться, с другой стороны, и не усыли. Так точно. В этом месяце тоже объявлен месячник, скажем так, уборки территорий после зимы. В сюжете мы увидели, как активно в нем уже начали принимать участие небесные жители. А что сделали службой муниципалитета на настоящий момент? Месячник благоустройства – это традиционная такая штука, не только в Ленинском городском округе. В принципе, у нас во всей стране, я во всяком случае из своего детства помню, что апрель месяца – это в школу или еще куда-то с инвентарем и заниматься уборкой и так далее. Мы, конечно же, не исключение. И этот месяц, апрель, я как такой профессиональный уже сотрудник вот этой сферы, могу сказать, что месяц апрель для коммунальных служб и для дорожников, и для тех, кто занимается благоустройством, он самый тяжелый. Потому что нужно перестроиться после зимы, переоборудовать технику на летние виды работ. Зимой нужно создать запасы, а весной их начать в апреле месяце активно использовать летнего инвентаря уже, и расходных материалов и так далее. Поэтому такой очень напряженный месяц. Конечно же, весь этот месяц сотрудники наших муниципальных предприятий, да и частных управляющих компаний работают в повышенном режиме. Что касается субботников, действительно, они идут весь месяц, каждую субботу. У нас в этом апреле четыре субботы. И во всех субботниках принимают активнейшее участие сотрудники наших бюджетных учреждений и предприятий. Коммунальные службы в том числе. Ну, наверное, уже видно по состоянию дорог, по состоянию прилегающей к дорогам территории, по состоянию дворов, что этот месяц мы потратили не зря. Наши службы уже даже сегодня видел разметку на пешеходных переходах. Здесь в центре города продолжают активно рисовать. Сделано немало, если нужны цифры, то это уже сотни кубометров вывезенного мусора и отходов. Это почти 300 километров убранных после зимы дорог наших муниципальных. У нас около 400 площадок спортивных. Они тоже уже все приведены в нормативное состояние. Где-то осталось подкрасить, где-то осталось поменять, отремонтировать резиновое покрытие на детских площадках. Но это требует погодных условий, которые, к сожалению, изменились. До конца апреля территория муниципалитета будет приведена в наглежащее состояние. Как я понимаю, у вас субботник не только по субботам, а вот весь месяц. А скажите, как-то местные жители помогают, именно информируют? Все-таки, как мы понимаем, Ленинский городской округ – немаленькое пространство, и где-то что-то можно пропустить. Правильно я понимаю, что жители тоже информируют? Есть ли у вас обратная связь с ними? Безусловно. Жители у нас очень активные, и это очень хорошо. И сегодня Московская область, правительство Московской области и руководство Ленинского района жителям предоставлено колоссальное количество способов выдачи обратной связи. Это и пресловутый портал Добродел, это и ЕЦУР, это и почта губернатора. Вы его пресловутый называете. Как я понимаю, вам он доставляет немало хлопот. Это не хлопоты. Есть такое выражение, оно понимается с опытом. Жалоба как подарок. Жалоба дает возможность почувствовать температуру, где действительно, то есть если мы видим, что с одной и той же территории несколько жалоб на одну и ту же тематику, то это вряд ли просто кто-то не с той ноги встал и решил написать. Мы понимаем, мы на самом деле на основании этой обратной связи формируем программы ремонта на следующий год. Мы анализируем обращения по дорогам, по их состоянию и там, где обращения наиболее часто и наиболее массовый характер носит, мы обязательно эту территорию вносим в планы ремонта и так далее. Обратная связь постоянная. Что касается субботников, у нас очень активное сообщество председателей многоквартирных домов, которые сами выходят с инициативой. Мы хотим, давайте, давайте. Мы в этом году при формировании вот этих мест... Сколько их будет и где они будут? Их очень много, несколько десятков мы уже убрали. На 24-й мы оставили на сладкое 7 мест. Центральным местом будет Вильдовский лесопарк около стадиона Металлург. Такое традиционное место отдыха горожан, куда выходят на пикники с детьми, шашлычить и так далее. И после зимы довольно много мусора обнажается после таяния снега. Вот это будет нашей центральной площадкой. Там мы организуем горячее питание, чай, полевая кухня. Там будет аниматор, вот как раз Алекс, которого вы видели в сюжете, будет развлекать детишек, если кто-то приведет с собой детей. Будет небольшая развлекательная программа. Ну и, в общем, там это будет наша центральная площадка. И также будут такие традиционные весьма места. Это Ольховая улица, дом 2, тоже лесопарковая зона, куда жители 6-го микрорайона выходят отдохнуть на природу. Это будет Пирачевский пруд рядом с микрорайоном Зеленой аллеи, который тоже традиционно нуждается весной в такой массовой уборке массированной. Это пойма реки Бица на Олимпийской улице напротив дворца спорта. И также две точки в поселке имени Володарского в Роща и Роща в совхозе имени Ленина в Картинском территориальном отделе. Вот такие места, они есть на сайте администрации Ленинского городского округа. Они на самом деле опубликованы там и в Инстаграм, во всех аккаунтах. Мы дополнительно оповещаем жителей окрестных мест, развешиваем с помощью управляющей компании на информационных счетах информацию. Всех ждем. Единственное, хотел бы сказать, что, к сожалению, три субботы в апреле у нас были с прекрасной погодой. Пусть прохладно, но светило солнышко и не было дождя. Эта суббота, по прогнозам, нас ждет не очень комфортная погода. Поэтому те, кто опасается за свое здоровье, конечно, лучше здоровье поберечь. Так мы всех ждем, инвентарем обеспечим, фронт работы дадим, напоим чаем, накормим кашей. Правильно я понимаю, что кроме этих точек, логично, если люди просто выйдут рядом со своим домом и приберутся, и опять же помогут нам. Мы продолжим. У нас есть несколько вопросов, пока мы беседовали. Спрашивает нас Светлана Цветкова. Сделайте, пожалуйста, скат из асфальта у третьего подъезда дома ПЛК-37. В этом подъезде проживает инвалид-колясочник. Буду вам очень благодарна. Светлана, добрый вечер. Если не совсем понятно из вопроса, если речь идет про пандус при исходе из подъезда, вам необходимо обратиться в управляющую компанию. Это ее прерогатива. Но у нас же есть контакты, да? У нас контакты останутся. Мы контакты ваших... Нет, к сожалению, она не оставила. Светлана, если вы нас смотрите, то, пожалуйста, оставьте контакты, чтобы можно было... Мы передадим в управление ЖКХ и возьмем на контроль тогда эту работу. Так, Лилия Васильевна спрашивает. Она контакт оставила. ПЛК-14. Будет ли уборка листвы и веток в этом году? В прошлом ничего не убрали. Вот видите, уже сигнал. Да, это очень хорошо. Во-первых, нужно понять конкретно, где. То есть ПЛК-14 довольно большая территория. Я ваш контакт передам сотруднику Дорсервиса, который с вами свяжется, и вы уточните тогда место. Безусловно, уберем. Да, и будем рады, если жители тоже присоединятся. И в один из субботников тоже можно выйти на свежем воздухе и время провести. Николай Борисович спрашивает. Когда будет сделана дорога от деревни Корбова до кладбища? От деревни Корбова до кладбища. На самом деле вопрос довольно серьезный. И так, если развернуто на него отвечать, достаточно много времени уйдет. И нужны там схемы и другие документы. Значит, там основных проблем и две. Земельный участок, который находится между деревней Корбова и кладбищем, он частный. Довольно большой, там много гектар, находится в частной собственности. Значит, для того, чтобы проложить дорогу через территорию этого частного собственника, необходимо с ним договориться. Глава муниципалитета Дмитрий Александрович Абаренов встречался с жителями деревни Корбова. Я в этой встрече участвовал. И мы как раз договорились по этому пути идти. Насколько я знаю, сейчас идут переговоры с собственником земельного участка для того, чтобы получить сервитут и понять, каким образом, какой конфигурацией сделать эту дорогу. Потому что там замешана еще она же, эта дорога, необходима жителям, точнее не жителям, а пользователям СНТ «Факел», которые тоже сегодня ездят по грунтовой дороге. То есть там комплекс проблем. А вторая проблема, которая не дает быстро сделать эту дорогу, это то, что как не подъезжая к этому кладбищу, пересекаешь нефтепровод, который находится в федеральном значении, который идет в Москву. И строить в запретной зоне которого на расстоянии 50 метров нельзя. То есть мы можем построить дорогу, 100 метров из которой просто останется грунтовой, если не согласовывать с ними. Согласование с собственником довольно хлопотная тоже история. И это все накладывается на то, что есть частный собственник у земельного участка. Поэтому на этот вопрос однозначно ответить нельзя, что в следующем году или в этом году мы эту дорогу построим. Но работу мы в этом направлении ведем. Сегодня, да, это важно тоже добавить, чтобы было понимание, что проехать кладбище можно. Дорога грунтовая, но она отсыпана, значит, твердыми, то есть довольно твердое основание. И при необходимости доехать туда можно, и жители ездят, доезжают до кладбища. Вот так. Хорошо, спасибо. Пока больше у нас нет вопросов. И прежде чем мы перейдем к следующей части нашей беседы, я предлагаю нам и нашим зрителям посмотреть еще один сюжет. Да, конечно. Яма на дорогах после зимы – головная боль всех автомобилистов. Дорожные службы Ленинского городского округа стараются оперативно решать эту проблему. После того, как выявляются самые горячие точки на карте муниципалитета, на место выезжают сотрудники Дорсервиса. На участок от Каширского шоссе до деревни Калиновка жители уже давно обращали внимание в социальных сетях. Большое количество разрушений, плюс интенсивность движения по ней происходит в чистый пик. Очень большой – это заезд и выезд из города. Плюс будет общественный транспорт. Капитальный ремонт этой дороги проводился в 2015 году. В настоящий момент здесь идут работы по ямочному ремонту с помощью технологии укладки горячего асфальта. Вначале мы подготавливаем ямки, выбоины. Я их называю картами. Прямоугольные, 90 градусов. Все выметаем, проливаем эмульсии и потом укладываем асфальт. И после этого заказываем. Данное время у нас ЕБПТА. Рабочим предстоит уложить около 300 квадратных метров асфальта. На объекте трудится 5 человек. Все работы планируется завершить до конца недели. Также параллельно бригады дорсервиса обслуживают другие территории округа. Бывает никого. Спасский проезд. Коробу дорог, который ведет Южный дворик. Очень такие, да, самые такие, так сказать, больные места. В первую очередь дорожники обратят внимание на дороги с самым интенсивным движением. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Дороги под Москвой С наступлением теплого сезона начинается сезон такого полноценного ремонта дорог. Дороги, план вот этого ремонта формируем мы в том числе, как я уже говорил ранее, на основании обращений жителей. Ну и, конечно, на основании собственного мониторинга ситуации с дорожным поводном. Значит, в этом году у нас запланирована довольно большая работа. У нас будет за счет софинансирования с областным бюджетом отремонтировано 5 дорог, около 4 километров протяженностью. У нас будет отремонтировано 19 дорог за счет муниципальных средств чисто. Это порядка 19 или около 20 километров дорог. И будет отремонтировано 6 тротуаров. Это та программа, на которую деньги уже выделены, они уже забюджетированы. И более того, сейчас заказчиком выступает в этих работах МБУ Дорсервис, он сейчас ведет процесс отбора подрядчиков. И буквально с конца апреля уже начнется работа. Значит, по тротуарам я хотел сказать, что тоже вот такая важная составляющая, на которую обычно там внимания обращаешь мало, пока сам по ним не пройдешь. Особенно с коляской там, с ребенком. В этом году мы запланировали довольно большую работу. Продолжим ту, которую начали в прошлом году на ПЛК. Мы в прошлом году, значит, нечетную сторону отремонтировали. В этом году отремонтируем четную. Советскую улицу тоже уже давно требует ремонта. Отремонтируем 100 лет не ремонтировавшийся тротуар по Белокаменному шоссе от поликлиники. Да, там состояние его совсем ужасное. Конечно, там людей ходит достаточно много. То есть обращаем внимание и на это. Помимо вот этой программы, которая уже зафинансирована сейчас, у нас есть в резерве готовая проектно-сметная документация еще на десяток дорог, по которым мы ожидаем, что появится финансирование. Такой пока предварительно оптимистический план. Значит, за счет экономии бюджета в 2020 году, пандемии, мы там довольно много расходов сократили. Так, чтобы подужаться в этом году, эти остатки есть небольшие. Мы рассчитываем на то, что у нас эта программа еще расширится. И мы до конца сезона сделаем еще десяток километров. А можно упомянуть какие-то серьезные знаковые дороги, которые будут видны или в поселениях отремонтированы в этом году? Ну, например, Белокаменное шоссе на значительном участке, оно тоже уже требует, ну вот там уже ямочный ремонт, который в сюжете показали, он уже не решает проблем. Значит, Березовая улица от круга проспекта Ленинского-Комсомола и туда вот до рынка. В Расторгуевской части несколько дорог, которые тоже уже на них там взглянуть страшно. Ну, сейчас там как раз в Расторгуевской части, по-моему, начался ремонт. На Спасском проезде. Начинают Спасский проезд, да, ремонтировать. Ну и так далее. В поселениях тоже, в Горках Ленинских, будет ряд дорог сделан. На самом деле, с перечнем можно ознакомиться на сайте у нас, на сайте администрации. Он там полный и пополняется с учетом внесения поправок там в бюджет. Ну, естественно, на вопрос, когда речь заходит о строительстве дорог в Ленинском городском округе и в частности в Видном, это, наверное, вопрос о том, когда будет уже окончательно закончен выезд из шестого микрорайона. Да, этого ждем. Ждут все и жители, и администрация, и Московская область, потому что это такая действительно знаковая дорога, которая позволит разгрузить нам значительно и город, и в летные магистрали. На самом деле, то, что мы запустили в прошлом году, это сразу дало эффект. Ну, во всяком случае, мне так кажется, поправьте меня, если я ошибаюсь, уже довольно много, гораздо меньше стали пробки у нас в центральной части города, когда все выезжали. То есть, это добавило и реконструкция этих перекрестков, конечно. То есть, мы уже видим эффект. Значит, напомню, что дорогу эту строит частный инвестор, то есть, там нет бюджетных денег, и по плану их строительства, сдача ввод этой дороги в эксплуатацию полностью уже окончательно, со съездом на М4 Дон в сторону Москвы, это второй квартал текущего года. То есть, это июнь месяц, крайний срок. Из важного, то, что держало строителей, это не было согласования на примыкание к М4 Дон, все-таки это федералы, и довольно серьезный процесс получения этого согласования, сегодня оно получено. То есть, остались только строительные монтажные работы и ввод в эксплуатацию. Очень ждем, что в июнь поедем по этой дороге. А выезд из зеленых аллей там как-то... Из зеленых аллей работы идут, да. Те, кто ездят в Москву по М4, уже с М4 видно технику работающую, и они уже подошли вплотную к путепроводу со стороны Нагорной улицы, которая ведет на М4 Дон. Там работы должны быть закончены к сентябрю этого года. То есть, к сентябрю этого года, я насколько знаю, там работа на два этапа разбита. То есть, сначала делается дорога с односторонним движением, и потом пристраивается еще дорогой. Получается, двустороннее движение с двумя полосами туда и обратно. Все верно. К сентябрю мы должны поехать. Из города уже должны поехать к сентябрю. Ну и дальше уже работа будет над вторым этапом. Ну, наверное, одна из самых сложных проблем в муниципалитете – это парковочное пространство. Да. Наверное, нам стоит узнать, какая работа ведется в этом направлении. Да, парковочное пространство. Особенно это касается новых микрорайонов, которые там застраивались последние несколько лет. Ситуация довольно непростая, но похожая на быстро растущие города. Примерно какой вот, скажем так, дефицит? Сегодня, скажем так, обеспеченность машинными местами средняя по району. Понятно, что в микрорайонах разных она отличается, эта цифра. Но порядка 35-40% обеспеченность машинными местами. Понятно, что здесь в центре города она гораздо больше, потому что и этажность меньше, и пространство шире. Новые микрорайоны застройщики там экономили, да, в те годы, когда не было законодательно там нормативов по обеспечению машинными местами. Поэтому там ситуация хуже. Мы год от года добавляем эти машинные места за счет расширения свободных клочков земли, на которых возможно разместить парковочное пространство, расширяем. В этом году пока, вот в той программе, которую я назвал, в рамках ремонта дорог, ремонта тротуаров, реконструкции, у нас запланировано создание порядка 600 машинных мест дополнительных. В основном, ну, около половины, да, наверное, там чуть больше половины из этих 600 – это улица Лесная, микрорайон, значит, Боброво. На этой улице, ну, микрорайон требует этих машинных мест. Там сегодня больше всего жалоб на парковки на газонах, и мы фиксируем, да, действительно такие нарушения. Вот в этом году мы предусмотрели там создание этих мест. Ну и, в принципе, сейчас при любой возможности, если мы заходим на территорию с комплексным либо благоустройством, либо просто с ремонтом, то мы в рамках этих работ обязательно создаем хотя бы небольшое количество, но создаем машинные места. Ну, все-таки нужно признать, что, наверное, 600 машинных мест, конечно, для всего городского округа – это прям капля в море. Я помню, что вот, да, я думаю, все местные жители помнят, какая большая работа была проведена в Видном свое время, когда рядом с домами расширялись вот эти пространства, создавались парковки. Сейчас эти дворы очень сильно отличаются от того, что было. А какой метод можно применять, допустим, в новых микрорайонах, где вот не как в старом городе, да, есть, в принципе, пространство между домами, есть куда расшириться, да, может быть, за счет вырубки деревьев, высадки их в другом месте. В новых микрорайонах какой вот может быть такой вариант? Здесь тоже компромисс, когда мы говорим про вырубку деревьев, это тоже ведь, ну, такой полка от двух концов, да, и нужно учитывать мнение всех жителей. Например, в прошлом году мы проводили работу по расширению парковок в микрорайоне Купеленко. Значит, там граждане выступили с инициативой, есть такая штука, как инициативное бюджетирование, когда граждане выступают соинвесторами, да, какой-то или иной, вот, выполнение той или иной работы, выступили с инициативой, и в результате сокращения газонов деревьев мы не вырубали, но газоны сократили. За счет сокращения газонов, за счет сокращения пространства, там, зеленого между дорогой и тротуаром, удалось создать более ста машиномест. Это, казалось бы, для целого микрорайона, ну, капля в море, но если каждый раз вот по капле добавлять, то эффект виден. Вот, какие методы существуют? Ну, в общем, мировая практика какая? Вместо горизонтального, значит, планирование идти в вертикальное. Поэтому это строительство многоуровневых паркингов, либо вверх, либо под землю, ну и так далее. Вот. Ну, коли уж мы заговорили о инициативе местных жителей, сейчас запущен проект, благодаря которому жители могут проголосовать за тот или иной объект благоустройства. Раньше такая функция была на Доброделе. Сейчас, как я понимаю, это какой-то выведено в отдельный проект. Расскажите, пожалуйста, об этом. Да, спасибо за вопрос. Это действительно очень важно. В этом году это впервые федеральная программа, разработала ее Минстрой России. Значит, и задача этой программы на единой платформе электронной провести голосование по выбору территории, на которой будет проведено благоустройство в 2022 году. Ранее это проходило на муниципальном уровне. Муниципальная комиссия по благоустройству учитывала мнение граждан, жителей на Доброделе или с помощью других методик и принимала решение комиссионно, проголосовав за ту или иную территорию. Сегодня это право будет отдано жителям проголосовать, и на основании голосов будет принято то или иное решение. Значит, как будет эта работа проходить? С 26 апреля по 30 мая будет проходить голосование. Голосование в онлайн-форме. На сайте «За комфортную городскую среду» эта программа называется «Выбери комфортную городскую среду». И сайт называется «Городсреда.ру». «Городская среда.ру». Значит, на этом сайте после нехитрой процедуры регистрации и выбора своего муниципалитета вам выпадет в нашем случае четыре варианта для голосования. Это четыре территории, все они всем известны. Это Тарычевский пруд, как раз вот где будет субботник, одно из мест. Это «Завидная аллея» в шестом микрорайоне. Это сквер 80-летия и сквер 50-летия, которые они созданы были когда-то, но сегодня уже требуют, на наш взгляд, требуют уже реконструкции и благоустройства. Вот эти четыре варианта будут жителям предложены. И тот, который наберет максимальное количество голосов по итогам этого голосования, там и будут проведены работы в 2022 году. Всех жителей я бы хотел привлечь к участию в этом голосовании. Нам ваше мнение очень важно. Ну, прежде чем у нас, в принципе, время уже подходит к концу стремительно, но прежде чем мы, наверное, перейдем к какому-то окончанию нашей беседы, я бы хотел, чтобы наши режиссеры поставили еще один сюжет, который на самом деле покажет, каким образом часто проводится работа. То есть многие думают, что все идет из каких-то кабинетов, что люди сидят где-то по бумажкам, что-то ориентируются, что на самом деле все происходит не совсем так. И вот именно как раз такое положение вещей, оно действительно соответствует истине. Пожалуйста. Каждый из вас, посмотрите своим взглядом, друг другу подсказывайте, что можно сделать такого, и каким образом мы привлечем свои силы и средства. Вот субботник, который у нас будет называться общеобластным. Обход территории Альберт Гравин с руководителями различных муниципальных подразделений начал от торгового центра «Старая Прага». На площадке перед ним проблем хватает. Это и провалившиеся колодцы, и поврежденная пешеходная дорожка, и мусор, оставшийся после зимы. Мы говорим о том, что вот эта вот история вся, она своя жизнь, да, и до дороги сметает этот, как его надо смыть чем-то, да, и все, Александр Петрович, а ваша служба уже дорога и, собственно, вот эта часть. Городская инфраструктура – вещь хлопотная. К сожалению, над разрушением ее элементов работают не только погодные условия, но и сами люди. На что обратить внимание в преддверии предстоящих майских праздников? Это задача сегодняшнего собрания. Но главная цель встречи – не только оценить состояние территории, но и назначить конкретного исполнителя по той или иной работе. Ведь зона ответственности муниципальных служб – вещь довольно сложная. Все сотрудники администрации, наших учреждений и предприятий уже приступили к ежемесячному субботнику. Практически каждые выходные дни мы занимаемся вот приведением порядка, по благоустройству. Финиш – это будет 27 апреля. То есть это будет общая областность по указанию Андрея Юрьевича Вавилова. Помимо непосредственно советского проезда, осмотрели территорию вокруг кинотеатра «Искра». Стоит отметить, что в прошлом году из-за пандемии коронавирусной инфекции провести масштабное наведение порядка после зимы не смогли. Фронт работ большой. Мы сейчас прошли, все это посмотрели, и зафиксировали, и основные болевые точки выявили. Поэтому работа ведется, и это хорошо. Акцент первый заместитель главы администрации муниципалитета Альберт Гравин сделал на состоянии пешеходных дорожек и тротуаров, малых архитектурных формах, поврежденных объектах и отсутствии травы на некоторых участках газонов. Все это будет восстановлено до 1 мая. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Ну вот таким вот образом готовиться к майским праздникам. Как готовитесь вы, если можно поподробнее? Ну, по сути, вот этот весь месячник благоустройства, весь апрель, это и есть наша подготовка к майским праздникам. Майские праздники – это такая вершина вот этих наших послезимних трудов и приведения в порядок территории. Конечно же, майские праздники – это в первую очередь День Победы. И ко Дню Победы мы уже привели в порядок, ну, большинство по некоторым еще работы ведутся, большинство объектов воинской славы у нас есть на территории. И захоронения, и просто памятники, они все будут приведены в стопроцентную готовность. Значит, помимо этого, мы готовим украшения центральной части города и знаковых мест в муниципалитете, там, где традиционно проходят мероприятия, посвященные Дню Победы. Значит, то есть город преобразится. Дальше у нас довольно большой блок, и город, видно, всегда этим славился, это озеленение территории. То есть у нас клумбы, цветники, вот эти видовые места, они, как правило, к 1 мая преображаются. За счет того, что вылезают, проклевываются из земли и расцветают, как раз к этим дням, тюльпаны, посаженные с осенью, каждую осень тюльпаны сажаются в виде луковиц, и как раз на майские праздники они вот таким ковром выстреливают. И плюс сейчас уже как раз начинается подсадка сезонных цветов, которые однолетние, значит, на эти клумбы. Дизайн этих клумб разрабатывают специалисты Дорсервиса, которые там дипломированные специалисты, и каждый раз стремятся удивить наших жителей. Вот. Конечно же, у нас будут украшены флагами центральной улицы, такую праздничную дает атмосферу. Ну вот, да, понятно, что к 1 мая, это как отче наш, появится разметка на всех дорогах, несмотря даже на плохие погодные условия, все равно эту работу доведем до конца. Будут покрашены все ограждения вдоль дорог, ну и, само собой, приведены в порядок детские и спортивные площадки. У нас есть еще немножко времени, мы сможем задать вот пару вопросов, которые пришли к нам. Лилия Васильевна задает вопрос. Вроде бы я его еще не задавал. Уборка возле и вокруг дома ПЛК-14. Пояснение. Что-то не совсем понятно. Может быть, Лилия Васильевна пояснила. Да-да-да, вот, Лилия Васильевна, да, я думаю, знакомая, что это адрес знакомый. То есть, вот она спросила, как раз будет ли уборка листовых веток в этом году. В прошлом году ничего не убрали. И сейчас она, видимо, не поняла, так что, будет уборка или не будет? Лилия Васильевна, будем убирать. Ваш телефон у нас есть. С вами свяжется сотрудник МБУ нашего Дорсервис. И вы ему покажете просто, ну или объясните по телефону, какую конкретную территорию вы имеете в виду. И, конечно же, вы его не уберете. Константин Викторович спрашивает, когда будет проводиться ремонт на улице Кооперативной? Не скажу сейчас. К сожалению, не могу ответить. Видимо, непонятно, какого рода ремонт. То есть, дорожный ремонт или там ремонт каких-то тротуаров, всего остального. Хорошо, у нас осталось прям совсем считанные секунды. И вы можете обратиться к нашим зрителям с призывом еще раз призвать всех прийти на субботник, который состоится буквально в ближайшие дни. Ну, я, во-первых, хочу всех поздравить с наступлением весны. Зима такая у нас была тяжелая, для, во всяком случае, для коммунальных служб. И хочу вас попросить набраться немножко терпения. Еще осталась неделя с небольшим. К майским праздникам территория будет в порядке. Значит, по поводу две вещи важных. Это субботник, на котором мы бы, конечно, хотели видеть максимальное количество наших граждан, жителей нашего муниципалитета. Но, пожалуйста, ориентируйтесь на погоду. И в случае, если вы решите прийти, одевайте, соответственно, обувь и одежду. Значит, и второе, это голосование по выбору места для благоустройства в 2022 году. Пожалуйста, всех призываю, отнеситесь к этому как к некому, ну, к возможности привести территорию, рядом с которой вы живете, или ту, которую вам хотелось бы привести в надлежащий вид. Ну, я думаю, наши жители обязательно воспользуются вашими советами. Спасибо огромное, что пришли к нам на эфир. Спасибо вам, всегда приятно. А я напомню, что мы беседовали с начальником управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Ленинского городского округа Дмитрием Полежаевым. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова